Ещё недавно здесь шла бойкая торговля, а теперь играют дети. В начале года владельцев павильонов попросили подыскать другое место. И в самом центре посёлка Лао появилась детская площадка. Постоянно здесь дети, все радостные родители приходят, ждут. И я с внучкой тоже прихожу сюда. И очень приятно, что хотя бы какой-то уголок есть для детей, чтобы они хоть как-то могли развлекаться. Ещё одна новая площадка, только побольше, теперь есть возле Дома культуры посёлка Горное Лао. По вечерам на ней собирается вся округа. Но и сам Дом культуры тоже преображается. В нём проводятся все основные праздники для жителей нескольких соседних сёл. Работают кружки и секции, играют в шахматы, рисуют, танцуют и поют. Но не так давно здание, построенное в 70-х годах прошлого века, представляло собой печальное зрелище. Но деньги нашлись. Практически с нуля в Доме культуры собрали кинозал. Завезли аппаратуру, установили проектор. Сейчас для школьников здесь устраивают бесплатные киносеансы. В этом году мы установили пять детских площадок. Помогли отремонтировать три школы, три, даже четыре детских сада. Освещение делаем каждый год. Помогаем с ямочными ремонтами. И то, что необходимо. Силы – это, конечно, адресная помощь. Помощь пришла и в детский сад горного ЛАО. Он обзавёлся яркими беседками и качелями. В здании установили пластиковые окна и провели ремонт. Благодаря депутату была отремонтирована и оснащена первая младшая группа. В 2015 году планируется пристройка. А это уже посёлок Вардоне. В небольшом спортзале обычно тренируются боксёры. Но пока их нет, репетируют танцоры. Инвентарь, груши и ринг – тоже подарок от депутатов. Эта мини-база уже поставляет городу чемпионов. Любители танцев тоже не отстают. Недавно на Всероссийском фестивале фитнеса они завоевали золотую и бронзовую медали.